Минифутбол в России Мастер-класс от Рикординьо Лучший игрок мира расскажет секреты фирменных фиртов Игры играми, а кадры готовить надо Новости профессиональных семинаров Академии футзала в рубрике «Жизнь АМФР» А также продолжение победной серии «Сибиряка», спасение «Синары» И другие события чемпионата в обзоре третьего тура Суперлиги Прямо сейчас В центральном противостоянии «Газпром Югра» принимала «Синару» К перерыву хозяева вели с преимуществом в два мяча Однако гости в очередной раз проявили знаменитый уральский характер И свели матч к ничейному результату 3-3 Любопытно, что предыдущая игра соперников в феврале этого года завершилась с аналогичным счетом Во втором тайме вышли более настроенными И наконец-то получилось хотя бы сравнять Могли также и выиграть, что мы, что «Газпром», но результат закономерен Здесь, наверное, отдать должен от соперника, потому что из ворот у меня как бы нет претензий к партнерам Потому что они все-таки старались до последней минуты, бились друг за другом В гости к столичной Дине пожаловала Тюмень Несмотря на то, что к перерыву сибиряки вели со счетом 5-0 И в итоге закономерно набрали три очка Особой радости у победителей этот результат не вызвал Причина тому – проваленный второй тайм Почему-то у нас пока на данном этапе так получается Мы один тайм играем, второй тайм не играем Это надо убирать, это надо убирать И чем мы раньше это все разберем И уберем эти все моменты, нюансы То команда будет сильнее и мобильнее выглядеть на площадке Самая результативная встреча нового сезона состоялась в Петербурге Где испытывающие большие кадровые проблемы политех и сибиряк Наколотили на двоих 15 мячей Впечатляющая голевая перестрелка ожидаемо завершилась в пользу команды Евгения Куксевича Однако и студентам следует отдать должное за волю к победе Не получилось сыграть так, как хотели Какой был план на игру Хотели более надежно, конечно, не пропускать шесть мячей Но забили, забили на то, что рассчитывали Вроде почти все моменты реализовали, которые были Смоленский «Автодор» достойно сопротивлялся на домашнем паркете Мини-футбольному клубу КПРФ Уступая к 39-й минуте за счетом 0-3 Новичок Суперлиги сумел отквитать два мяча в концовке И едва не вытащил игру Но гол Арсера Багирова уничтожил Надежды Смолян На первое очко в Суперлиге 2-4, коммунисты сильнее Очередное мини-футбольное чудо совершил прогресс Евгения Осенцева В гостевом матче против новой генерации Глазовчанам удалось уйти от поражения за 9 секунд до финальной сирены Гол спасения в активе Антона Оппера Хорошо, что мы вытягиваем такие игры Из-за отрицательного результата уже вторую игру Это говорит о многом и положительном Что мы бьемся до конца, верим в себя Норильский Никель впервые за два года не пропустил в гостях Одолев Ухту на ее паркете 2-0 Полярники в турнирной таблице занимают шестую строчку А возглавляет табель о рангах Суперлиги Сибиряк, не допустивший пока ни одной осечки Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы 2018 года Первый сбор национальной команды получился насыщенным И, надо сказать, очень позитивным Игроки за лето соскучились друг по другу На занятиях и после много улыбались и шутили Какой раз ты вызываешься и насколько это интересно? Ну, я второй раз на сборах в национальной сборной Ну, всегда хорошо настроение Все друзья там, Мишутка на тренировках Все ребята уже сколько давно уже с ней работают Настроение супер Я думаю, надо показать в понедельник я вторую на игру Состав команды перед товарищескими встречами с Португалией Пополнился рядом игроков Как минимум, к привычному списку добавились Панкратов, Шистеров и Поддубный Причем последний однажды даже играл с португальским лидером в одном клубе ЦСКА Молодой Андрей Панкратов с лучшим игроком мира не виделся лично ни разу Как не играл еще и за основную сборную Уже большой прогресс, что я попал в расширенный список на эти матчи Посмотрим Даже быть в заявке национальной сборной Это, я думаю, на всю жизнь запомнится Своего дебюта футболист дождался Но это уже другая история Сказать, что товарищеские матчи в Щелкале стали праздником мини-футбола Не сказать ничего Интригующая афиша Зубодробительная игра Рекординьо на паркете и аншлаг на трибунах А также трансляции Матч ТВ Это лучшая реклама футзала, которую можно придумать Перед стартом первой из двух встреч состоялась трогательная церемония проводов из сборной России И футболистов, которые долгие годы приносили ей мировую славу Многолетних игроков нашей сборной Пулу, Серила и Сергея Сергеева Тепло приветствовали руководители АМФР и РФС А родные щелковские трибуны Устроили им настоящую овацию Что же до самой игры, то в первом тайме наши выглядели довольно мощно Однако к перерыву уступали со счетом 1-2 В составе россиян голым отметился Эдер Лима Как мы по нему соскучились и по таким эффектным ударам с лету У португальцев, как и ожидалось, блистал неподражаемый Рикординьо Да, этот гол в наши ворота Но вы только посмотрите на этот Шеневер Практически с нулевого угла Ну, я думаю, он, получается, считается лучшим игроком мира Конечно, Сим тяжело, он очень быстрый и, в принципе, очень умный игрок С такими, конечно, тяжело, он уникальный футболист После первого тайма наша сборная проигрывала 1-2 Но болельщики не опустили руки и продолжили поддерживать нашу команду Зрелищно, но увидеть, как играют игроки такого уровня Это, в принципе, шанс, который не так часто перепадает Поэтому, конечно, это круто, это очень здорово Во втором тайме мы ждем голова нашей сборной Все стараются, игра замечательная, зрелищная, динамичная, захватывающая Мы ждем победы от нашей сборной 2-3 гола должны забить Вперед, Россия! Вперед, Россия! Какой счет, думаете, какой счет сегодня? Счет 3-3 Болельщик нашей сборной оказался мега проницательным Вскоре после перерыва португальцы забили еще раз И на этом с голами закончили После чего за дело взялись россияне Сначала разрыв в счете сократил один Иван Нилованов А за пять минут до финальной сирены паритет восстановил другой Иван Чешкало Итог первой встречи Боевая ничья 3-3 Португальцы считаются сильной командой Да, мы с ними очень много игр провели Мы знаем, на что они способны И с ними всегда приятно играть Я думаю, что сборная России очень сильна Но и мы сегодня сражались как львы Это была очень хорошая игра И завтра мы попытаемся сделать еще более классное футзальное шоу Очень быстрый матч сегодня был Очень большие скорости Очень много единоборств Очень много скоростных взаимодействий Поэтому сегодня такая очень интересная игра Всех поздравляю, что в России мы увидели такой матч И что одна из сильнейших сборных сегодня играет в Москве После игры нападающий КПРФ Ренат Шакиров подарил Рикординио свою игровую футболку Дело в том, что они вместе выступали за ЦСКА 7 лет назад и с тех пор, как бывшие одноклубники Дружат посредством интернет-связи Футзал не знает границ Привет, я Рикординио Очень рад вернуться в Россию Сейчас покажу вам несколько цирковых трюков Для начала мой самый известный финт Кабрито Нужно находиться примерно в метре от защитника Подкрутить мяч И перебросить его через защитника Сейчас Бруно покажет вам то же самое Это все вопрос тренировок Теперь сделаю еще один известный финт Виргула Все ожидают, что я побегу в одну сторону А я бегу в другую Бруно, покажи ребятам, что можно увести мяч и в другую сторону Как хотите Теперь третий финт Его я делал на чемпионате Европы в игре против Сербии И с тех пор он стал очень известным техническим приемом Подкручиваешь мяч ногой, перебрасываешь через игрока и гол Бруно сейчас делает то же самое, но с правой ноги Иногда и у него получается Мне нравится мини-футбол Динамичный вид спорта Целый калейдоскоп технических моментов и контратаки В мини-футболе забивает много мячей, использует разные финты Все для болельщиков Люблю Россию, несмотря на холод Жил здесь несколько месяцев, когда выступал в Москве за ЦСКА Мне было комфортно играть в России Это были фантастические 4 месяца, после которых мы были в лидерах Суперлиги Если представится возможность, обязательно вернусь в Россию Воспользоваться своими эффектными финтами во втором матче Рикординьо толком не дали Тут россиянам определенно пригодилась практика спаренных туров в Суперлиге Когда игры следуют одна за другой Впрочем, дебют второй встречи остался вовсе не за нашими А за португальцами, которые уже к пятой минуте повели 2-0 Так получилось, что мы сегодня вошли очень плохо в игру Но собрались в нужный момент И начали хорошо прессинговать Начали отбирать мячи, создавать моменты И вылилось это все в голы И действительно, начав игру не очень уверенно Вскоре россияне полностью закрыли Рикординьо А затем и все вопросы по исходу матча Высокий прессинг и варьирование разнообразных тактических схем Сделали свое дело По дублю в составе наших оформили Эдер Лима и Янар Асадов По голу провели Иван Чешкало, Данил Давыдов и Иван Милованов 7-3 национальная сборная России громит гостей из Португалии Устанавливает рекорд результативности в очных играх А заодно подтверждает свое безоговорочное лидерство в рейтинге УЕФА Ну, хорошо, победа 7-3 Мы надо уже готовить на чемпионат Европы Поздравить нашу сборную победу 7-3 И надо продолжать Может, потому что наш сегодня день Мы сумели воплотить все, что мы наигрывали И победили заслуженно при своих болельщиках Которые заполнили трибуны Мы надеемся, что мы сможем подготовиться к чемпионату Европы И сегодня я рад за нашу команду Это были очень сложные матчи, но мы понимали, куда едем и с кем будем играть Для нас было важно получить опыт таких серьезных спаррингов в гостях, при чужих трибунах Конечно, 3-7 это не тот результат, которого мы ждали Но это всего лишь еще раз говорит о том, насколько высок уровень сборной России Хочу сказать большое спасибо вашей стране за теплые приемы Сегодня и вчера на трибунах была потрясающая атмосфера Исполнительское мастерство сегодня было у нас повыше И мы, в принципе, выполнили ту установку, которую давал тренер Включать обороты скорости, чего нам вчера не хватало Мы показали, наверное, силу российской сборной Сегодня на центральном телевидении И с такой одной из лучших сборных мира Поэтому я думаю, что это очень шикарно получилось Благодарим нашу команду за красивую игру Поздравляем болельщиков с роскошным футзальным праздником И с нетерпением ждем чемпионата Европы в Словении Жеребьевка Евро-2018 состоится 29 сентября В рамках товарищских матчей сборных России и Португалии Ассоциация мини-футбола России в курорт-парке «Союз» Провела два масштабных мероприятия Академии футзала Первый общеобразовательный проект АМФР Ориентирован на представителей региональных федераций футбола и мини-футбола И служит площадкой для повышения квалификации региональных специалистов Обмена опытом и консолидации сил для дальнейшего развития мини-футбола в нашей стране Участниками семинара стали более 80 специалистов из разных уголков России В ту самую точку бьет Ассоциация мини-футбола по взаимодействию развития в регионах футбола Чтобы специалисты вернулись в регионах, подумали о своем футбольном сообществе Может быть что-то подправили, может быть что-то подсказали Большая часть таких семинаров посвящена тому, что есть возможность просто поделиться опытом Им между собой пообщаться, узнать, что получается, что не получается И желательно, чтобы они потом добивались успехов и никоим образом не исправляли чужих ошибок Мини-футбол не имеет границ На семинаре менеджеров была стопроцентная явка В том числе из самых восточных регионов Есть прекрасная возможность пообщаться с коллегами Узнать всегда что-то новое Потому что сколько мы бы не знали, какой бы у нас уже возраст Вроде бы уже не маленький, да, много в жизни пошли Но все равно всегда узнаем для себя что-то новое Еще одно важное событие Академии футзала Семинар по направлению тренерское мастерство В его работе приняли участие ведущие специалисты В области подготовки спортсменов, педагогики, психологии и судейства На занятиях для тренеров также было много интересных и позитивных моментов Каждый выступающий рассказывал все честно и подробно Например, да, представляю, что обыграли своего оппонента Какая картина создается? Я думаю, что когда ты делишься и делишься какими-то деталями, действительно, которые ты применяешь в работе Это ты где-то видишь потом, что люди это применяют Для меня это успех, для меня это победа, для меня это понятие того, что значит я мог Кому-то помочь и тем самым эти люди применили это Лекции оказались полезны действительно всем И опытным тренерам, и детским педагогам, и бывшим игрокам Например, экс-капитану «Газпром-югры» Александру Копейкину И легенде Тюмени Денису Абышеву Очень понравилось то, что психология, как она именно с детской школы, там, с подросткового возраста Ну и плюс переносится это вот в взрослой сборной команде И поэтому очень было интересно Каждый тренер может найти для себя что-то новое, даже кажущему, что он давно это знает Ну вот, поэтому вот цель вот такая вот, чтобы тренеры сами, может, себя раскрыли Программа обучения завершена Управленцы и тренеры получили новые профессиональные знания Обменялись опытом и получили по традиции сертификаты об успешном прохождении курса В рамках товарищеских игр «Россия-Португалия» мы собрали представителей всех наших региональных отделений Была практически стопроцентная явка И на протяжении двух дней мы обучали наших руководителей региональных представительств Новым веянием, спортивному менеджменту и другим премудростям развития мини-футбола на местах И получился просто прекрасный эффект от того, что помимо лекций Вечером все наши представители смогли воочию увидеть лучшие команды Европы Жизнь ассоциации мини-футбола России кипит Впереди еще много грандиозных планов и мероприятий Далее переходим ко второму по значимости дивизиону российского мини-футбола Состоялись игры первого тура высшей лиги Столичный «Спартак» победил дебютанта дивизиона «Мосполитех» Обновленная «Динамо» одолела в Рязани «Эликс» фаворит А прошлогодний чемпион, который теперь называется КПРФ-2 Разгромил одноклубников из молодежной команды «Красная гвардия» Результаты стартового тура в конференции «Запад» на ваших экранах В розыгрыше Кубка России состоялись очередные матчи «Спартак» и «Алмаз Алроса» по итогам мини-турнира в Нижнем Новгороде Вышли в 1-8 финала от конференции «Запад» На востоке два участника раунда плей-офф еще не определены А пока вперед по турнирной сетке прошли «Тюмень-Дубль» «Зик» из Екатеринбурга, команда из «Нефтьюганска» и дублирующий состав «Ухты» В борьбу за мини-футбольное чемпионство на исходе сентября вступили и женские команды В первом туре в конференции «Запад» «Аврора» дважды переиграла в Петербурге «Снежану Котельники» 4-0 и 2-1 Автором победных мячей в обеих встречах стала опытнейшая Мария Фелисова И на этом пока все Любите мини-футбол так же, как мы Любите мини-футбол, больше нас увидимся совсем скоро До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok